Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, меняющее правила сдачи экзамена для получения водительского удостоверения. Посещение автошкол становится теперь обязательным. Самоподготовка больше не допускается. Это основной пункт, который теперь будут обязаны соблюдать как обучаемые, так и обучающие. Ведь зачастую в нашей стране за роль садятся люди, не знающие банальных правил дорожного движения. В связи с последними событиями, произошедшими в нашей области, этот вопрос стоит особенно остро. Хочется отметить, что за 9 месяцев этого года по вине молодых водителей, то есть тех, у кого стаж менее трех лет, произошло 318 дорожно-транспортных происшествий. В них 9 человек погибло и 340 получили телесные повреждения. Это примерно от общего количества дорожных происшествий составляет примерно 40%. Хочется привести пример. В эту субботу на автодороге Москва-Челябинск в Шашском районе произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, когда молодой водитель, женщина, 26 лет, при обгоне не справилась с управлением. Вот, произошло дорожно-транспортное происшествие, столкновение с большегрузовым автомобилем, в результате которого погибла водитель, ее супруг, 31 год, мужчина, и ребенок трех лет. Водитель, имеющий представление о том, как вести себя в той или иной ситуации, проще говоря, с опытом управления четырехколесным транспортом, находясь в здравом уме, смог бы предотвратить трагедию как в первом, так и во втором случае. Всему виной не столько отсутствие того самого опыта и здравого смысла, хотя и эти факторы стоят далеко не на последнем месте, но и некачественная подготовка водителей в автошколах. Тот опыт, который приходит, так скажем, с годами, когда он начнет управлять транспортным средством, он сразу не приходит. И поэтому хочется обратиться ко всем молодым водителям, у которых стаж небольшой, быть предельно внимательными, осторожными, потому что на дороге, возможно, сотни разных сложных ситуаций, которые могут привести к дорожным происшествиям. Мы можем и дальше ссылаться на судьбу, но факт остается фактом – лихачество молодых горячих. И пренебрежение элементарными правилами дорожного движения унесли сотни тысяч жизней. А если бы в автошколах юных водителей научили проецировать ситуацию с картинок в брошюрках на дорогу и пояснили, что на большой скорости в колею въезжать ни в коем случае нельзя, тем более на мокрой дороге можно было бы спасти хотя бы часть из них.